МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, уважаемые телевизорители. Или добрый день. Несомненно, мы долго готовились к этому мероприятию и сочли возможным, что приоритеты площадки мы отдали самому крупному, самому лучшему, наверное, сегодняшний день в Москве, в центру по боулингу, которые пошли нам на встречу и построили специально для нас вот такую спортивную площадку. Пробная площадка будет на ринге, но в ближайшее время они обещают, и наверняка это исполняют, они построят руководство Мегасферы, построят для нас специальный комплекс, специальный комплекс для проведения боев без правил, естественно, восьмиугольник. Сегодня вы увидите лучших бойцов России и мира по боям без правил, самые именитые, самые лучшие бойцы, которые принимали участие не только в боях без правил, многие из них занимали самбо, дзюдо, джиу-джитсу, но вот нашли себя, естественно, здесь на ринге. Итак, позвольте представить сегодняшних участников. Это Роман Савочка, Асильдар Абдулхамидов, Вячеслав Дацик из Санкт-Петербурга, Ислан Дадалов, город Ярославль, Магомед Джабраилов, город Махачкала, Виктор Басенко, город Ярославль, Муса Алауддинов, город Махачкала, Олег Соловьев. Все эти бойцы многие годы занимались единоборствами, разными видами спорта, но вот как, естественно, финал любого бойца, я думаю, Георгий со мной согласится, конечно, каждый из настоящих мужчин видит себя в участии на поединках, не важно, в ринге или в восьмиугольнике. Именно это толкает спортсменов к тому, чтобы попробовать свои силы в восьмиугольнике, но в данном случае в ринге, потому что действительно абсолютные поединки либо и без правил, это квинтэссенция боевых искусств. В некоторой степени сложность сегодняшнего восприятия наших уважаемых зрителей заключается в том, что мы все привыкли по видеокассетам и по тем передачам, которые мы проводим в нашем канале, в виде бойцов на большой площадке, огороженных восьми углами. Но вот в данном случае бойцы согласились принять участие и вот в таких нетрадиционных для них размерах. В наших соревнованиях, в наших мероприятиях приняли показательное выступление «Тамиссивари» группа Дмитрия Котвицкого, разбивание «Адасок», что большую часть и представляет собой показательное выступление в интересе. Это, в общем, лучший каратэ-тикиокошинцы России. Сейчас мы как раз видим показательную технику «Тамиссивари» в исполнении учеников Дмитрия Юрьевича. Многие соревнования проводимы по разным стилям, украшениям и демонстрации истинных возможностей ударной техники демонстрируются как раз именно через «Тамиссивари». Итак, мы переходим к главному сегодняшней нашей встрече, поединку, первый бой Магомед Жабраилов. Мы сейчас видели его лицо, спортсмен из Махачкалы. И Виктор Басенко, спортсмен из Ярославля. Первый поединок, весовая категория до 85 килограммов. Надо заметить, что форма боя – это 5 раундов по 5 минут. Новые правила, которые введены в частности в Российской Федерации и в России, что сокращены сроки проведения поединка. Несомненно, это добавило динамики. И сокращено время пребывания в партере. Ровно минутку вам, Георгий. Да, это при наличии активных действий. Если рефери решает, что бойцы ведут себя в партере пассивно, он может поднять бойцов сразу в стойку. Вот вы видите, Магомед Жабраилов проводит борцовский прием, бросок. Он призер России по вольной борьбе, очень опытный спортсмен. Он также является чемпионом России по абсолютным поединкам. В среднем весе. В среднем весе, да. И недавно в Махачкале он также стал обладателем открытого Кубка России в этом же весе. Соревнования проводились в пяти весовых категориях. Для того, чтобы многие зрители, которые, может быть, не знают истинные правила, наверное, стоит заметить, что абсолют, как мы сочли, возможно, назвать в русский абсолют, подразумевает в себе практически любую технику бойцовскую. Это кулачный бой, лицевая техника, работа в партере и ударная техника даже в лежащем положении руками, локтями. Что не разрешено? Запрещено нанесение ударов ногами в пах, естественно. Но это негласное правило. Спортсмены ведут себя благородно. Естественно, сознательно удары в пах не наносят. Запрещены удары по лежащему на ринге противнику, если его оппонент стоит, находится в стойке. Запрещены удары в область затылка и позвоночного столба. Если спортсмен лежит ничком, а второй находится сверху. Ну, естественно, такие общепринятые, не технические, а действия, как наносить удары в глаза, таскать за волосы. В связи с изменением правил, новых правил, которые разрешены и запрещены в единоборствах в данном случае, ведь основная стратегия бойцов, то, что сейчас мы видели в этом поединке, проход средний сектор, высекание ногами и работа, и добивание в партере, то, что сейчас мы и видим. Да, вот рефери остановил поединок. Сейчас будет объявлен победитель. Технический нокаут за 4 минуты 30 секунд победил Магомед Джабраилов. Оппонент Магомед Джабраилов находился в таком положении, что не мог адекватно защищаться, и продолжение атаки могло привести к серьезной травме. Поэтому рефери вмешался в ход поединка и остановил бой. Магомед Джабраилов, вы, наверное, хорошо знаете вашего соперника, который сейчас с вами боролся, и ваш тактический расчет был понятен, это борьба в партере, но это действительно было не случайно? Нет, случайно я не сказал бы, что это было. У меня такой стиль борьбы, ну, стиль боя. У меня борьба просто привычка, я все время боролся, поэтому... Ну, а то, что я знаю или не знаю, я ни разу не встречался. А так, по наслышке, знаю, ни разу я его не видел. То есть борьба, это действительно слабая сторона вашего соперника, да? И вы на это поставили, на этом рассчитывали выиграть бой? Да. Вы сами тоже знаете, если борец сможет, у вас неугольный. Ну, там за счет борьбы многие, кто уходит. Я думаю, что корреспондент, задав этот вопрос Магомеду, наверняка допустил оплошность, спросив о знании или незнании соперника его с сильных сторон. Скорее, это сильная сторона именно Магомеда была. А тем временем на ринг выходит очередная следующая пара. Она очень интересна, прежде всего, потому что очень заслуженные бойцы. Это Роман Савочка Анапа, рост 190 сантиметров, вес 105 килограммов. Его соперник огромный боец из Санкт-Петербурга, Вячеслав Дацех, боец, с которым мы еще, конечно, и сегодня сможем поговорить. Ну, а пока давайте понаблюдаем этот бой. Два бескомпромиссных бойца, тяжелых бойца, что всегда и, несомненно, вызывает особый интерес у зрителей, как у телевизионных зрителей, так и зрителей, которых было в этот вечер очень много в мегасфере. Да, это супертяжелая весовая категория. Роман Савочка, к тому же, чемпион Европы по самбо, чемпион Азии по боям без правил, обладатель открытого Кубка России по боям без правил. Ну, в общем-то, соперник у него тоже, в общем, достойный. Это Дацик Вячеслав, это победитель в альтернативе чемпионата мира по боям без правил, призер открытого Кубка России по боям без правил и призер международного турнира М1. То есть, одни из самых достойных, наверное, бойцов в тяжелой категории сегодня в России. Да, и провели они уже по 30 поединков, правда, профессиональный рейтинг у Романа Савочки получше, чем у Вячеслава Дацика. 27 побед. Кстати, сейчас мы как раз видим Романа Савочку сверху над Вячеславом. Он выводит, по-моему, на болевой прием, по крайней мере, старается. Ну, в этой ситуации как раз наоборот, да. Пытается провести удушение. Вот, вот, Роман проводит удушающий прием, и в этой позиции уже сложно будет что-либо сделать. Да, Савочку, да, он сдается. Рейфер останавливает поединок. Вот такие скоротечные поединки, потому что на самом деле весь арсенал бойцовской техники и борцовской техники в полном объеме применяют бойцы. И в этом напряженном поединке за минуту 40 секунд победу удушающим приемом одержал Роман Савочки. Да, ну, в общем-то, я думаю, что Роман Савочки, будучи истинным, исконным самбистом, в общем-то, ударная техника в значительной степени вторична, в связи с тем, что, наверное, прежде всего, применяет, конечно, все, что находится в арсенале борца. Я хочу сказать подробно, что могут, что не могут, что имеют. Роман, поздравление с победой и такой вопрос. А вообще ожидает, что так легко удастся выиграть бой? Нет, Савек готовился на меня, давно готовился. Я не думал, что так легко будет. Плюс я потерял много в весе, очень много весе потерял, около 10 килограмм. Я живу в Анапе, а у нас жара сейчас, тренироваться невозможно. Ну, вам, наверное, это место больше подходит? Вот как вам вообще по атмосфере, вот то, что это происходит на улице? Это лучше, конечно, лучше. Если в летом... У вас везде кондиционеры, а у нас в Анапе спортзале тяжело. Покрышка мокрая из-за пота. По 3-4 килограмма, пацаны, вес теряют за тренировку. А это великолепно. Плюс у вас нет комаров. Самое главное. Роман, есть какая-то такая вот хорошая бойцовская мечта? У кого бы хотелось выиграть? В каком стиле? И как выглядел бы бой самый красивый, на твой взгляд? Я хочу выполнить мастером международного класса по борьбе самбо. Ну, наверное, побиться на прайде. В финале. Там уже посмотрим. Ну, удачи. Спасибо. Супертяжелая весовая категория. Супертяжелая весовая категория. Асельдар Абдулл-Хамидов, который мы сейчас видели на экранах. Его молодой оппонент, спортсмен из Ярославля. Ислам Дадалов. Серебряный призерный призер чемпионат России по боям без правил этого года. Тяжелые атлеты, если не сказать, что очень атлеты, но по динамике и по экспрессии, я думаю, что они не уступят легковесам. Вот я с последним чемпионатом России, где мы с тобой, Георгий, наблюдали за выступлением молодого спортсмена из Ярославля, я думаю, что он несколько изменил все-таки своей тактики ведения поединка. Уж больно открытым он был в Ярославле. Но, несмотря на все это, это не помешало ему выйти в финал и очень-очень достойно провел финальный поединок. Да, в Ярославле Ислам провел три прекрасных боя, но, к сожалению, если использовать такую тактику в абсолютных поединках, в боях без правил, то жизнь на ринге спортивная закончится очень быстро. Поэтому сейчас Ислам тренируется по другой методике. Сам же он вольник? Да, он борец вольник. Сейчас он тренируется и с боксерами, ставит ударную технику. И за полгода, которое прошло с момента проведения чемпионата России, он вырос в техническом плане намного. И хочу напомнить, что вес спортсменов, совместный вес спортсменов превышает 240 килограмм. Первый раз слышу такое определение для суммарности происходящего на ринге или на татаме. Я просто смотрю на канаты ринга, которые каждый раз и на стойке. Скажи, насколько сложнее, Георгий, в данной ситуации бойцам, работая в малом пространстве, в общем-то, практически бой должен не иметь минимальных даже пауз. Малое расстояние заставляет спортсменов... Да, динамичность должна быть настолько огромной, то есть практически средней дистанции, да, тем более дальней дистанции практически невозможны. В связи с этим, наверное, в общем-то, определено, что поединок должен проходить, конечно, на более большом пространстве. Хотя для зрителей, я думаю, что по динамичности ринг значительно более интересен. Да, ограниченное пространство, естественно, добавляет динамики в поединок, но сложность заключается в том, что действительно это канаты. Хотя, вы видите, между последним канатом и покрытием натянута сетка для того, чтобы спортсмены в партере не выползали, не выпадали за пределы ринга. Но сетки, бои проводятся, восьмиугольники, не потому, что это экзотика, а для безопасности спортсменов. Видите, вес спортсменов превышает 100 килограмм и... Какие канаты могут это выдержать? Да, да, они не выдерживают. И добавляется условность проведения поединка. А тем временем накал поединка возрастает. Вот, вот то, о чем мы говорили. Да, вот это как раз то самое, что в значительной степени, конечно, придало остроту поединка, но насколько опасно спортсменам участвовать в столь технических, сложных технических, неприспособленных для поединка условиях, я думаю, что мы понимаем. Вот, практически удар был в середину канатов. Именно в этом месте оказался на самом слабом, в надежке. Стойка не выдержит. Но тем временем ребята Дмитрия Котвицкого продолжают показательные выступления, разбивание досок, плит. Что, конечно, помогло нам в этот тяжелый момент сократить паузу, но и еще раз продемонстрировать возможность. Позвольте представить вам участников. Сейчас Максим Котвицкий, сын Дмитрия, мастер спорта по контактному карате, рукопашного бойчика, он России в легком весе демонстрирует разбивание досок. Сотломание рогов. Закончил полутора тонны глыбы льда. Плиты обычные... Хочу сказать, что удачно все-таки получилось то, что техническая поломка ринга совпала с перерывом между раундами. И, в принципе, единственное, что перерыв этот немножко затянулся. Ну, я думаю, что вместе с тем, зрители, которые пришли в этот вечер, в мегасферу, еще раз поняли, что здесь все-все, как у настоящих мужчин. Условностей практически никаких не было, не только в разбивании плиты досок, а прежде всего в том, что происходило в этот вечер на ринге. А сейчас стреляющий бульдозер Дмитрий Майдан, мастер спорта международного класса по контактному карате, серебряный призер Европы по свободному войну ринга, чемпион Европы по карате, чемпион мира в среднем весе, демонстрирует, опять-таки же, разбивание плит на разных уровнях руками и ногами. Вот любимый удар бруса Ви, форума Ваши. Ну вот, Дима показал, как этим ударом можно легко разбить даже такую плиту. Ну вот, по мере возможностей технического состава ринг восстановлен, и я думаю, сейчас мы продолжим наш рассказ о происходящем на ринге. Еще раз напоминаю, поединок проходит между Асильдаром Абдулхамидовым, спортсменом из Махачкалы, обладая открытым Кубкой России по боям без правил, супертяжелой весовой категории, и молодым спортсменом из Ярославля, Исламом Дадаловым. Итак, второй раунд. Да более-более, мне кажется, серьезно, по крайней мере, визуально стал Ислам относиться к защите. Потому что все, что он позволял себе в Ярославле, и это не мешало, кстати, ему дойти через сито отборочных боев, конечно, заставляло задуматься, зачем. Вот группа поддержки, которой было в этот вечер очень много, ребята с Кавказа, с Ярославля, из Стула, в общем, со всей стороны приехали, чтобы поддержать своих бойцов. Что происходит сейчас на ринге? Сейчас атаку проводит Ислам Дадалов, он находится сверху, наносит удары головой, а Асильдар пытается блокировать его движение. Пока ему сейчас это удается. Пока удается, я думаю, что он находится в невыгодной позиции, поэтому он выжидает отведенную минуту, для того, чтобы вихрь поднял спортсменов в стойку. Асильдар ударник, он представитель тайского бокса, и поэтому, конечно, ему выгоднее проводить поединок в стойке. Удары по внутренней стороне бедра, своего рода лоу-кик в лежачем положении разрешены. Да, конечно. Очень болезненны, очень неудобны. Вот сейчас скоротечность поединка перешла в финальную, заключительную фазу, мне кажется. Вот даже в таком неудобном положении Ислам смог проводить серию ударов и... Нанес несколько ударов головой. Я думаю, что в рифере справедливо остановил поединок, потому что Асильдар уже не мог адекватно защищаться, и это была заведомо выигрышная позиция, тем более, что он получил травму. Итак, я думаю, что в этом бою справедливо победу техническим нокаутом одержал Ислам Дадалов. Ну, вместе с тем надо наметить, что несмотря на, казалось бы, травмоопасность, особых травм по причине мастерства и условий поединка, это, как ни странно, в Абсолюте бывает очень-очень редко. Достойная победа. Ислам, во-первых, неожиданно было, наверное, и в чём допустил ошибку? Готовился мало, физухи нету. А вообще, вот твой соперник, ожидал ты, что он именно такой так тактически построит свою борьбу? Да, мы уже бились. Студио. Под него специально готовился? Да. Что, над чем конкретно работал в этот раз, для того, чтобы, ну, противостоять мастерству? Удары, локти. Ничего не сделал, что надо было. Люба, а вот не пропало желание, как бы, продолжать в этом направлении? Подвалы готовятся дальше. А в этот раз на что делаешь упор? То же самое. Ну, удары локтем? Пробедите. Такой вопрос, есть ли у тебя мечта, и в чём она, как бы, заключается? Биться и умереть на ринге. Ну, что возле этих слов можно сказать? Это, конечно, настоящий бультерьер. Улучшим понимание этого слова. А тем временем на ринге очередной поединок спортсменов лёгкой весовой категории, спортсменов до 70 килограмм, Муса Лаудинов, спортсмен из Махачкалы, и его соперник, москвич Олег Соловьёв. Чемпион Москвы по G-G, призёр чемпионата России в тайском, по тайскому боксу, участник чемпионата мира по боям без правил. И финалист открылый Кубка России по боям без правил в лёгком весе. Скоротичность. Начало. Лёгкие, боевитые и очень бескомпромиссные бойцы. Сейчас очень трудно разобрать, что происходит на ринге, но вместе с тем, естественно, работал в партере, сверху. Хотя оба спортсмена представители тайского бокса, но вот дагестанцы по традиции, они изначально являются уже хорошими борцами. Поэтому Муссел себя чувствует прекрасно и в стойке, и в партере. Вот сейчас он атакует, находясь сверху. И я хочу отметить, что Олег защищается грамотно. Он обхватил корпус Муссела ногами и блокирует его движение, защищая свою голову. Муссел только атакует его корпус. Удаёт его? Да, эти удары болезненные, но решить исход поединка вряд ли можно при помощи этих ударов. Долгий период времени приоритетность и, соответственно, победы у бойцов по боям без правил имели те, кто очень чётко определялся как борец со временем. Этого было мало. И как мы сейчас видим, что, в общем-то, и тайские бойцы, и даже борцы, классики и вольники уже очень чётко освоили ударную лицевую технику. Да, здесь побеждает универсализм. И поэтому абсолютные поединки, их также можно назвать поединки по универсальным правилам. И сейчас обладание какими-то односторонними качествами, борцовской техникой или ударной техникой, уже сложно одержать победу в бою. Поэтому спортсмены тренируются по универсальным, используют универсальную технику. Хорошо, Георгий, заметил, что используют при наличии оного в запасе. Единственное, что всегда возникает у обывателя вопросом, а как же можно вообще тренироваться, используя свой арсенал бойцовский, и как его можно повышать в обычном тренировочном процессе? Здесь практически условностей практически нет. Ну, естественно, проводить спарринги в полную силу невозможно из-за большой травмоопасности. Поэтому, естественно, спортсмены отрабатывают ударную технику в боксерских перчатках, в ринге, а, естественно, борются и только совмещают уже технику и ударную борцовскую только в реальных поединках. Сейчас как раз мы видим на наших экранах Олега Соловьева, московского атлета, рост 174, вес 70 килограммов. Еще раз напомню, что чемпионат Москвы по джиу-джитсу, призер чемпионата России по тайскому боксу. То есть вот такой широкий спектр услуг мог в этот вечер предложить своему оппоненту Мусе Алаудину, который тоже, кстати, является призером чемпионата мира по контактному карате, чемпионат Дагестана по боям без правил. Надо отметить, что вот такая бросковая техника в данном варианте очень травмоопасна по причине, что жесткости ринга. Это не борцовские, что сейчас мы и видим, да. Вот бой остановлен. Проводил, вот вы видите, бросок Муса Алаудинов и от удара у ринг сбилось дыхание. Ну, скорее всего, спиной просто сбил дыхание. Поэтому на какое-то мгновение Олег потерял ориентацию и очень грамотно среагировала судьба. Он тут же вмешался в ход поединка и остановил бой. Если я не ошибаюсь, мне кажется, он у Олега выбил зуб. Это было. Это было. К сожалению. Таким образом, в этом бою победа за Мусе Алаудиновым, я думаю, что достойны. Свои навыки и по контактному карате, и по боям без правил полностью продемонстрировал. А тем временем демонстрируются костюмы. Сегодня уже великолепным. Великолепные модели и великолепные костюмы Любочки Суховой. Она когда-то в прошлом году на Мире красоты подняла зрителей в Кремле. И вот сегодня восторг по форме костюмов и качеству изделий также вызывает у зрителей мегасферы. Я думаю, что в значительной степени, пусть агрессии, жесткости, которую продемонстрировали спортсмены, вот появление таких девушек немножко сглазят, скрасят те напряжения. Ну, по крайней мере, у меня напряжение как бы никак не спадает, да. Я думаю, что оператор, который все время не мог правильно определить необходимый фокус, так же весьма волновался. На самом деле, очень интересные костюмы. Они как будто бы специально придуманы для очень жестких поединков. И я думаю, что и в дальнейшем эти девушки как же будут сопровождать выступления наших спортсменов, да. Итак, Люба Сухова вместе со своими моделями. Зрительницы в этот вечер достойно оценили. И вот заключительный поединок нашей сегодняшней встречи. Это Роман Савочка, спортсмена Занапа. И его оппонент выступает Вячеслав Дацик из Санкт-Петербурга. Хотя финальный поединок должен был проходить между Савочкой и Додаловым. Но вот по решению медицинской коллегии, которая была в этот день, как и всегда, очень грамотно и очень компетентно запретили выступать Додалу, который очень и очень хотел. Несмотря на все сложности медицины продолженных поединок, этот поединок из Лизов принял Вячеслав Дацик. Очень непонятность, непонятно, что происходит на ринге, хотя, в общем, все видно до простоты. Это невозможность оказать определенное сопротивление Савочки или поистину мастерство Романа настолько велико, что вот он подавил совершенно всякие сопротивления своего оппонента. Класс Ромы не вызывает сомнений. Не вызывает сомнений. Он выше, чем у Вячеслава, и стаж выступлений Романа в абсолютных поединках гораздо больше. Ну вот, опять же, вы видите технические проблемы, канаты, ринка все-таки провисают. Да, и покрытие к тому времени стало мокрым, сколько его не вытирали. Вот сейчас практически пробивание и отсутствие всякой возможности сопротивления. Я думаю, что уже можно было восстанавливать бой. Ну вот, что и делает рефери. Хотя последнее слово все равно за спортсменом. И его секундантом. Скорее за секундантом, потому что в этот момент... Спортсмен хочет продолжать, несмотря ни на что. И решает врач и секундант. Естественно, рефери. Если нужно, обращаются к мнению главного судьи. Вот, врачи определили, что травма у Вячеслава несерьезная, и он сможет продолжить поединок. Да, надо определенной смелости обладать. Кроме профессионализма и рефери. И, конечно, медицинским работникам, чтобы найти ту грань, через которую нельзя переступить. Совершенно верно. Да, это должна работать единая команда. Рефери, врачи. Главный судья секунданты. Та же ситуация, мне кажется, она полностью повторяется. Я думаю, что уже может сейчас... Вячеслав Дацик уже не может оказывать сопротивление. Очень условное. Да, хотя он пытается защищаться, но... Не думаю, что стоит продолжать поединок. И такое же мнение рефери. Надо дать, прежде всего, должное, как ни странно, не Роману, который, конечно, откровенно здесь был сильнее, а прежде всего, конечно, Вячеслав Дацик обладает таким духом, имея такие серьезные травмы. Это, конечно, самого высокого воинского уважения достоин спортсмен из Санкт-Петербурга. Кстати, напоминаю, что он победил в альтернативе Чемпионата мира по боям без правил, призер открытого Кубка России по боям, но это, наверное, один из самых тяжелых боев, которые пришлось ему провести. А на наших экранах победитель в общем итоге, наверное, сегодняшней встречи, Роман Савочка. А на этом мы прощаемся с вами, уважаемые зрители. До новых встреч на спортивном канале НТВ+, где мы непременно будем рассказывать о том, что происходило в мегасфере по боям без правил под условным названием «Русский абсолют». До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова